Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Сегодня хочу поговорить об одной интересной тенденции и даже новостях, которые промелькнули достаточно ярко недельку назад и, скажем так, по количеству просмотров и обсуждений эта новость заслуживает не меньше внимания, чем информация посадки группы юристов и основателя и владельца Русской Америки Юрия Моши. Речь идет о событиях, которые буквально тиражировали все СМИ неделю назад. Речь шла о криптовалютах, об Илоне Маске и других селебритис, которые повлияли на рост и потом падение вот этих криптовалют. Я достаточно давно наблюдаю за движухой, которая происходит вокруг криптовалют и свое первоначальное мнение, которое мне сформировалось много лет назад, я практически не поменял. Все эти криптовалюты это один большой надут пузырь. Вопрос в другом. Насколько вот этот инструмент, эти криптовалюты позволяют людям или заработать денег, или со своими деньгами расстаться. Насколько я вижу ситуацию последних месяцев, сейчас вся вот эта движуха с криптовалютами, с биткоином, с догом, с другими, с эфиром, напоминает, очень прямо четко напоминает ситуацию, которая в свое время была с акциями МММ и ГКО. Фактически это тот же самый спекулятивный пузырь, та же самая пирамида, куда вовлекаются новые и новые игроки, которые в надежде на возможность заработать легкие деньги, вкладывают туда свои последние сбережения. Смотрите, одно дело, когда в эти игры играют ребята из крупной корпорации, другое дело, когда туда пытаются заманить и привлечь людей, которые фактически в этом бизнесе дилетанты. У меня вызывает некую настороженность в том, с какой легкостью вот эти селебрити сведеи, Илона Маска, там, не знаю, Биодейца и других владельцев крупных достаточно корпораций, с легкостью могут одним заявлением публичным или поднять, или обрушить курс. Мы таким образом сейчас видим совершенно уникальную ситуацию, когда для того, чтобы играть вот в эти криптовалюты на бирже, их покупать или продавать, не нужно быть аналитиком. Есть и раньше люди, которые играли на бирже, вот эти профессиональные трейдеры, тратили огромное количество времени на аналитику, на анализирование различного рода моделей, которые каким-то образом описывали процесс, не знаю, там, роста или падения курсов, рост-падения акций, читали какие-то аналитические отчеты, и просматривали бездну таблоидов, не знаю, информации, для того, чтобы примерно понимать, что будет происходить с курсами валюты, и, там, не знаю, с курсами акций, то теперь для того, чтобы играть вот в эти вот игры, достаточно просто подписаться на соцсети, внимательно следить за очередными заявлениями каких-нибудь селебритис, потому что только вот такого рода заявления влияют на курсы криптовалют, могут повлиять дальнейшими на акции. Особо хочу рассмотреть ситуацию вот как раз по поводу господина Маска. На мой взгляд, это или очень циничный, тонкий кукловод, или настолько эксцентричный человек, который, ну, порой не отвечает за свои слова. Посмотрите, что у нас получилось буквально вот в течение прошлого месяца. Вначале происходит рост вот этой самой криптовалюты ДОК, которую Илон Маск рекомендовал к покупке и сказал, что он там для своего сына будет эту валюту покупать. Происходит резкий рост. Потом происходит дикий скачок стоимости биткоина. И после этого скачка господин Маск заявляет о том, что его компания будет инвестировать миллиарды в эту криптовалюту. Соответственно, начинается обсуждение у других крупных корпораций о том, что имеет смысл рассматривать эту криптовалюту. Второе в качестве инструмента для инвестиций. И буквально проходит чуть-чуть, происходит падение курса. И автоматически происходит падение курса акций компании Тесла, которая ассоциируется с Маском. В связи с тем, что Маск как бы вкладывается в биткоин. И, соответственно, теперь биткоин ассоциируется непосредственно с бизнесом Маска. То есть такой получается информационный тандем. То есть фактически мы сейчас живем в ту самую эру, когда то, что сказано в СМИ, и появляется в реальности. То есть хвост машет собакой. Хочется привести уместную цитату из Иоанна Ильида Матфея. То, что будет сказано Земле, то и будет сказано небеса. То есть фактически то, что будет озвучено в Твиттере или в какой-то другой соцсети, потом переползет в более уважаемые СМИ, и фактически обретет реальность в нашей жизни. Это полное безумие. Можно читать любые аналитические отчеты по поводу вот этих криптовалют, рекомендации различного рода экспертов, которые вам много чего посоветуют, смотреть на эти умные графики. Но проблема, собственно говоря, она не поменялась. Вы имеете дело с чем-то, что ничем не обеспечено. То есть фактически это программный код, и он не обеспечен ничем. Никакое государство несет за него ответственность. Это всего лишь спекулятивный продукт, на котором кто-то сейчас делает достаточно быстрые деньги. Кто-то эти деньги достаточно быстро теряет. КОНЕЦ Из ничего ниоткуда ничего не появляется. То есть чтобы кто-то обогатился, значит кто-то это что-то должен потерять. И таким образом народ, который сидел в эпидемии по домам, который остался без работы, который, почитав статьи о том, как месяц назад Какие-то неизвестные миллениалы обогатились, поиграв на какой-то бирже, купив, потом продав удачно акции. Никто этих обогатившихся миллениалов в глаза не видел. Но все СМИ это растиражировали. Фактически это был такой призрыв. Давайте вкладываться в акции, давайте все играть на бирже, раз мы не можем найти себе нормальную работу, давайте все пустимся в эту лотерею. По-другому я назвать не могу, потому что это лотерея. Все привязано к программному коду, все привязано к каким-то компьютерам, которые этот программный код поддерживают. Не более того, эти ни биткоины, ни эфир, ничего не обеспечено ни золотом, ни платиной, ни драгметаллами. Ни одно государство несет за эту криптовалюту вообще никакой ответственности. Меня, наверное, сейчас начнут какие-то люди сразу же осуждать и говорить, что я вообще ничего не понимаю. Хорошо, давайте с небес вернемся в реальность. Вот фактически ситуация двухнедельной давности. Штат Тексас в Америке остался весь без электричества. Отключились АЭС, отключились подстанции, отключилось веерное, произошло отключение электричества. Не работали ни компьютеры, ничего не работало. Обогрев домов встал. Вот скажите, в такой ситуации человек, у которого все его сбережения находятся в криптовалютах. У него не работает ни компьютер, он не может зайти на биржу. Он даже, вполне вероятно, даже карточкой обычной воспользоваться не может. Хотя, ну, возможно, карточка пластиковой еще работает, где-то как-то какая-то связь с терминалами осуществляется. Но вообще глобально связи как таковой нет, потому что нет электричества. И как он в этой ситуации будет использовать свои накопления, вот эти вот самые. Возьмите ситуацию с человеком, о котором тоже все СМИ трубили, тоже несколько месяцев назад. Некий программист выкинул жесткий диск, на котором хранились данные о его электронном кошельке, на котором там чуть ли не 200 миллионов фунтов стерлингов в пересчете с биткоинов на нормальную валюту в этом кошельке хранилось, потому что он купил на заре возникновения этой валюты немножко этих биткоинов, они сейчас подорожали, естественно. И он этот жесткий диск выкинул. И бомжи, не знаю, все, кому не лень, эту свалку перевернули с ног на голову, то есть полностью перевернули эту свалку, пытаясь найти этот жесткий диск. Вот, пожалуйста, потеря денег. То есть это какой-то, на мой взгляд, очередной конкретный пузырь. Теперь давайте вернемся вот к этим селебритис, которые как олимпийские боди могут возвысить эту валюту и бросить ее вниз. Вот. Мой, скажем так, анализ, моя точка зрения, вот, на действие Маска, она говорит о том, что не все мы видим. Очень многие вещи остаются за кадром, и, скорее всего, мы слышим его какие-то изречения уже постфактум, после того, как действия уже произошли. И если это именно так, как я думаю, то господин Маск весьма циничный человек, который научился с легкостью манипулировать общественным сознанием. Давайте посмотрим. Вот, к примеру, мой жизненный опыт, когда я большую часть своей прошлой жизни прожил в Советском Союзе, мой жизненный опыт говорит, что если, к примеру, по телевизору в прайм-тайме выступает, не знаю, человек, ответственный за финансовую систему страны, ну, в данном случае, там, Россия, СССР, и говорит, что волноваться нет причины, валюта местная рубли стабильная, все хорошо, все замечательно, это говорит только об одном, что надо, не дожидаясь завершения программы «Время», брать тапки в руки и мчаться на улицу, там, не знаю, в ближайшей сберкассе, и банкомату снимать под ноль все, что есть на счетах, потому что это признак того, что валюта рухнет буквально с минуты на минуту, и тот, кто успеет снять свои деньги, тот будет в шоколаде. Потому что по-другому такие заявления не делаются, спокойно, что все хорошо, все замечательно. Давайте посмотрим на Маска. Происходит рост биткоина, и Маск говорит, что собирается еще проинвестировать, и биткоин резко-резко-резко взлетает. Мне показалось, что тут господин Маск немножко слукарил. Биткоина он купил до того, как объявил об этом. Может быть, напрямую, может быть, не напрямую. Скорее всего, не напрямую, скорее всего, через определенных, скажем так, распределенных брокеров он купил столько, сколько ему нужно было. Потом происходит его громогласное заявление о том, что компания, значит, его Тесла там будет инвестировать миллиарды в это все. Никто же не пойдет проверять, сколько компания проинвестировала в эти биткоины. Правильно? Курс начинает резко взлетать. Другие люди из других серьезных компаний вызывают на ковер своих аналитиков, говорят в финансах, а почему мы не вкладываемся сюда? Давайте мы тоже как в Маск вложимся. Если же Маск вложился, давайте мы тоже. И курс начинает резко-резко-резко-резко-резко-резко расти. Доходит до своего пика. Господин Маск сидит у себя в кабинете, там, не знаю, ест попкорн, что он там ест, я не знаю. И при достижении пика говорит, а давайте-ка мы эти все биткоины аккуратненько сейчас будем тихому-по-тихому сливать. И начинает он, значит, по-тихому-по-тихому-по-тихому сливать. Опять же, до определенных границ, чтобы освободить, скажем так, свободные средства вывести, скажем так, перевести их в нормальную денежную форму. После чего, опять же, в Твиттере или где, пишут о том, что, на его взгляд, биткоины несколько переоценены и немножко имеют завышенную цену. Но вот спрашивается, зачем делать такие заявления, если ты в эту валюту вложился, грубо говоря, и собираешься дальше эксплуатировать это? Правильно, для того, чтобы обрушить рынок. Курс падает. Автоматически, что у нас происходит? Происходит падение акции компании Маска, потому что его уже ассоциируют с крупнейшим инвестором в эти биткоины. Соответственно, акции его компании аж на 20% падают вниз. Все СМИ трубят, что Маск потерял 15 миллиардов. За счет вот этих вот перепадов. Потерял он 15 миллиардов. Плохо это или хорошо? Ну, с точки зрения, грубо говоря, СМИ это плохо. Показывают фотографии унылого Маска, что он потерял 15 миллиардов. А я вот думаю, что все далеко не просто так. Представьте, что у вас есть компания, акции которой за последние два года весьма-весьма взлетели. И вы хотите еще чуть-чуть больше денежков сделать. Вы искусно рушите акции своих компаний, чтобы их прикупить. По более низкой цене. Отлично понимая, что потом вы достанете очередного кролика из шапки, и акции опять вернутся к прежнему состоянию, а может быть даже взлетят еще выше. То есть, фактически, может быть, вот эти вот заявления о вкладывании миллиарда в биткоин, на самом деле, подразумевали, что будет произведена вот такая операция, и в конце концов, за счет вот этих миллиардов будут просто назад куплены акции Тесла, которые потом опять будут проданы. То есть, ну, это то, что я вот вижу в своей простой, жатейской точке зрения. Я не аналитик. Я просто хочу с вами поделиться своими критическими взглядами, потому что то, что я сейчас наблюдаю, это, то есть, фактически, это МММ. Это пирамида. То есть, вы можете сколько угодно рассуждать о том, какая криптовалюта завтра будет иметь большую цену, на какой криптовалюте можно заработать. Это все равнозначно тому, что вы идете в казино, играете в покер, играете в рулетку, играете в однорукого бандита, не знаю, в блэкджек, во все, что угодно. Потому что сейчас аналитика закончилась. Все, что связано с акциями, и все, что связано с, в том числе, в первую очередь с криптовалютами, это то, кто больше из вас будет сидеть в соцсетях, кто из вас, у кого из вас есть чуйка, кто из вас следит за высказываниями вот этих селебритис, и у кого быстро работают руки, хорошая связь, там, не знаю, и достаточно вменяемое программное обеспечение, чтобы быстро делать операции со своим, не знаю, биржевым аккаунтом, чтобы покупать или сбрасывать эти валюты. То есть, если вы будете 24 часа сидеть в соцсетях и смотреть, кто еще какую-то ляпнет глупость, и, соответственно, у вас на другом мониторе будет вводиться информация, колебания курса, тот и будет в шоколаде. А те аналитики старой школы, которые сидели и изучали огромное количество финансовых документов, изучали какую-то терминологию или еще что-то, все, они уже не актуальны сейчас. Сейчас рулить будут только в соцсети, селибритис и вот эта самая глобальная лотерея. Хочу послушать ваши комментарии под вот этим видео. Просто я высказал свою критическую точку зрения. Мне интересно послушать, что мои зрители думают по поводу вот этой криптовалюты, по поводу того, насколько вообще имеет смысл свои последние сбережения нести и пытаться заработать какие-то деньги или просто расслабиться в том, что не потерял хотя бы свою копеечку и смотреть за этим шоу, как крупные корпорации будут в эту игру вписываться и в конце концов будут терять свои деньги. Вот. Хорошего всем дня. Не болейте, не кашляйте и пусть злобный вирус вас минует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok